Выпускник Полесского государственного университета, будущий маркетолог и экономист, брещанин Евгений Пурчил к службе в армии готов. Готов морально, готов и физически, что подтвердили врачи. Его будущее место дислокации – Минская военная комендатура. Служить настроен, поскольку служили и отец, и дедушка, являются примером для подражания. И хочу быть таким же, как они. Набраться опыта и окрепнуть морально, физически. Времена сложные, но нет ничего невозможного. Есть такая хорошая поговорка. Предназначение военнослужащего в чем состоит? Родину защищать. Я изначально планировал идти в армию после университета. Понимал, что хорошее здоровье, хорошее физическое состояние. Зачем откаживать? Пройти, получить полезные навыки, вернуться на работу и дальше работать над карьерой. Андрей, но армия не в планах дальше после срочной службы? Ну, я еще точно не знаю, как пойдет. Юноши призывного возраста, готовых отстаивать интересы государства, защищать свой народ, только в Брестской области порядка двух тысяч. Они придут служить в различного рода войска. Артиллерийские, ракетно-зенетные, танковые. Пополнят ряды солдат десантно-штурмовых бригад. Некоторые попадут в Минскую военную комендатуру в роту почетного караула. Количество ресурсов начало увеличиваться по сравнению с прошлым, позапрошлым годом, потому что вот эта демографическая яма 96-х, 8-х, нулевых годов, она сказывалась и очень здорово. Ну а сегодня как бы проблема в нехватке ресурсов потихоньку уменьшается. Молодежь приходит достойная. Многие, основная масса, скажем так, идет в армию с желанием. Многие просятся в какие-то специальные войска. Кто-то хочет быть десантником, кто-то пограничником, кто-то артиллеристом, танкистом. Вот всем стараемся идти навстречу, чтобы каждый нашел свою специальность, нашел свою профессию. 150 мальчишек отправились в свои части в первый призывной день. Пока они действительно мальчишки, которые не знают, что такое военная служба, не знают, но предполагают, чем будут заниматься, но, несомненно, научатся. Как научатся обращаться с оружием и стрелять по мишеням, совершать марш-броски в полной боевой выкладке, управлять танками и зенитными установками. Не можешь, научим, не хочешь, заставим и ничего не поделаешь. Это армия, и это будет курс молодого бойца. А силы прибавится в разы, конечно, у тех, у кого ее недостаточно. Это все поправимо. За год-полтора службы в армии здоровье возвращается. Есть там сотни тысячи примеров, когда ребенок уходит в армию и подтянуться одного раза не может, а возвращается атлантом, подтягивается, бегает. И мамы, в основном, конечно, мамы довольны вот этим происходящим, насколько меняется мальчик, уходя в армию мальчиком, возвращаясь мужчиной. Брестская область на сегодняшний день поставит в войска достойнейшее пополнение, которые будут продолжать традиции вооруженных сил, которые будут защищать отечество, своих родных, близких и достойно выполнить свой воинский долг. Отправка воинской части продлится до 27 ноября. Чуть меньше двух тысяч юношей из Брестской области разъедутся по регионам страны, адаптируются, пройдя первый этап вливания в армейскую жизнь, и уже 12 декабря присягнут на верность Отечеству и народу.